В Тверской области полным ходом идет прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Вакцинация населения началась во второй половине декабря прошлого года. В новогодние каникулы прививочные кабинеты также продолжили работать с 4 января в штатном режиме. За это время получилось привить около 300 человек. О ходе вакцинации в регионе в сюжете Валерии Королевой. Медики считают, что прививка – эффективная мера профилактики против новой коронавирусной инфекции. Врачи, кстати, привились первыми. Затем педагоги и работники социальных служб. С декабря записаться на вакцинацию могут все желающие. Прививочные кабинеты на базе районных поликлиник начали работать в штатном режиме. В первые дни 2021 года от коронавирусной инфекции привились сотни жителей Верхневолжья. Вакцинация велась в соответствии с ранее составленными списками прививаемых лиц. За этот период времени привито более 300 человек. Всего же в Тверской области на сегодняшний день вакцинировано почти 1300 человек. Вакцина поступила в Тверскую область в достаточном количестве. Последняя поставка состоялась 31 декабря 2020 года в объеме 1100 доз. В день в прививочном кабинете принимают от 20 до 50 пациентов. В ближайшее время в регион ожидается поставка еще 2000 доз спутника ВИ. Вакцинируют сейчас именно этим препаратом. Учеными доказано, что эффективность спутника ВИ составляет более 90%. Горожане рассказали нашей съемочной группе, что готовы прививаться. Жительница Твери Анна уже получила вторую вакцину. Рассказывает, не обошлось без побочки. Но все явления быстро и незаметно прошли. И это лучше, чем пережить само течение болезни. Мама доктор, она тоже сделала эту прививку еще в период третьего этапа исследований, грубо говоря. И все прошло хорошо, у нее выработались антистилай. Обязательно посмотрим, что скажет участковый врач. Они же сначала делают проверки здоровья. Я делала прививку от гриппа и пневмокока. А пока воздержусь. А вы вообще планируете? Ну, в дальнейшем, я думаю, да. В будущем, да. Только если это будет все уже на 100% проверено, без побочных эффектов. Вообще-то надо, но боюсь. Помимо спутника В, в России есть еще одна вакцина Epivac Corona, производство Центра Вектор. Оба препарата дают иммунитет против коронавируса. К тому же Epivac Corona проще транспортировать. В отличие от спутника, она не требует холодильников, способных держать температуру от минус 18 и ниже. Он не содержит ни живого коронавируса, ни каких-либо других живых вирусных частиц. Поэтому он применяется в том случае, если, к примеру, у человека есть какие-то осложнения или возможные осложнения с точки зрения аллергических реакций. Препарат также подойдет для вакцинации населения старшего возраста. Впрочем, как показали исследования, 60 плюс уже не является противопоказанием к вакцинации. Отказаться от прививки придется в период беременности, лактации, ОРВИ и период обострения хронических заболеваний. Вакцина «Спутник Ви» двухкомпонентная. Вводится с интервалом в 21 день полностью. Иммунитет должен сформироваться к 42 дню после введения первой вакцины. К тому же медики предупреждают, что все-таки может быть побочное явление. Например, температура ломота в теле и признаки ОРВИ, которые должны пройти в течение трех дней. Всем вакцинированным предлагают ввести дневник вакцинации на портале госуслуги. Предлагается рассказать о своих ощущениях в первые дни после прививки. Также всем вакцинированным с января будут выдавать сертификат, подтверждающий, что человек привился от новой коронавирусной инфекции. Напомним, что Тверская область в ближайшие месяцы ожидает поставку вакцины в количестве 50 тысяч доз. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции глава региона в конце декабря. Помимо этого будет увеличено количество прививочных кабинетов. На сегодняшний день их четыре. На базе 1-й и 7-й поликлиник, на базе больницы скорой медицинской помощи и Вышневоловской ЦРБ. Запись ведется с 9 до 12 часов дня. Делать это желательно заранее. На сегодняшний день запись вперед примерно на 10-14 дней. Перед вакцинацией пациента осматривает врач, измеряет давление, температуру и сатурацию. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский страховой полис.